Здравия, дорогие друзья! Намасте! Сегодня я хочу поговорить с вами о таком важном состоянии, как любовь. Что-то у меня аж горло даже село. Любовь, любовь, love, love. И да, все знаем, что такое любовь. Мы говорим, любовь, я люблю тебя, я жить без тебя не могу. Я хочу сегодня задать вам вопрос и подойти к этому состоянию с другой точки зрения. Любовь. Что на самом деле означает для вас любовь? Часто мы называем, мы озвучим вопросы, озвучиваем какие-то слова и на самом деле не имеем это в виду или имеем искаженное понимание, что это означает для нас. И вот одним из этих слов является слово которое мы часто говорим «Я тебя люблю». «Я тебя люблю». Вот задайте сейчас себе вопрос, я хочу, чтобы вы задали себе вопрос, чтобы быть более осознанным. что для вас означает слово «Я тебя люблю». Что это означает для вас, когда вы говорите самолюбимому человеку «Я тебя люблю». обычно мы имеем в виду, когда говорим «Я тебя люблю», то есть это я испытываю чувства, ты мне даешь какие-то чувства радости и у меня есть вдохновения, у меня есть чувства радости, счастья, я наполнен окситоцином, допамином, гормоном любви, да, и я говорю, я обозначаю, говорю «Я тебя люблю». Согласны? То есть ты, ну допустим, мальчик увидел какую-то девочку, она ему понравилась, он улюбился в нее, он говорит «Я тебя люблю». Он признался и говорит «Я тебя люблю». Окей, и если сходить, и что происходит, давайте посмотрим, что происходит в самом деле. То есть я глядя на эту девушку, я испытываю вот такие чувства, прекрасные чувства, вдохновение, да, на основании того, что у меня окситоцин, допамин, мои гормоны начали играть, я чувствую себя прекрасно, у меня состояние, ну вот такое наркотическое состояние, я чувствую себя на седьмом небе, мне все фиолетом, море по колено, я горы могу свернуть, я вдохновлен. Я вдохновленный, я летаю просто, да, и я говорю «Я тебя люблю». То есть что это означает? Вот опираясь на вот это состояние, и потом, как я его озвучиваю, я обозначаю, я, то есть вдохновленный, взглядая на девушку, я, она во мне пробуждает вот это состояние радости, назовем одним словом радости, да, вот я глядя на нее, назовем все вот это, что мы перечислили, назовем, пускай, одним словом радость, глядя на эту девушку, я, у меня возникает это чувство эйфории, вот этой радости, глядя на нее, и я ее озвучиваю, говорю «Я тебя люблю». То есть ты говоришь, что «Ну, я сейчас счастлив», я сейчас счастлив, и что она обычно тебе отвечает, ну, если она тоже в этом состоянии, да, она говорит «Я тебя люблю». Что это означает? То есть мы говорим, что «Ну, я от тебя получаю удовольствие», и она говорит «Я от тебя получаю удовольствие». Смотрите, вот я сейчас хочу, чтобы вы четко осознали, видите, какая разница? Сейчас две позиции. Каждый из нас говорит «Я, я, вот я, Ярослав, глядя на тебя, любимая, я получаю у тебя удовольствие». Моя любимая, глядя на меня, она говорит «Ярослав, я получаю у тебя удовольствие». И мы такие два человечка, получающие удовольствие. Ну, а с чего мы получаем удовольствие? Мы получаем удовольствие того, что дает нам другой человек. То есть я, Ярослав, глядя на свою любимую, я говорю, дорогая, ты мне наполняешь энергией, я счастлив. Я, глядя на тебя, я получаю удовольствие. И смотрите, если мы будем относиться к этому состоянию любви, мы говорим, что любовь спасет мир. Любовь спасет мир. Если мы будем относиться к любви как к этому состоянию, что, констатирую, я получаю удовольствие. То есть что это такое? Это вообще потребительское отношение. Потребительское. То есть я говорю, что когда ты что-то излучаешь, что-то я от тебя получаю, тогда я тебя люблю. То есть когда я что-то от тебя получаю, я тогда тебя люблю. Как только ты перестала мне что-то давать, я тебя уже не люблю. Посмотрите, ты была красивая, ты была спортивная, ты там мило разговаривала, и я тебя любил. Сейчас ты стала уже некрасивая, толстая, и я тебя уже не люблю. Что получается? Что в данном случае любовь – это твое состояние, это существительное. Если мы говорим о частях речи, это существительное. Можно к нему еще добавить и прилагательное. Я тебя сильно люблю, или я тебя сильно не люблю. Усилить или ослабить. Теперь давайте вот эту штуку, вот это же состояние сейчас перенесем на Бога, на Творца. Или у кого что-то, на что-то такое высшее. Представьте, вы так смотрите на Творца, и Он-то вам ничего не дает. Он вам ничего не дает. А вы Ему говорите, ну, я тебя люблю. Что это значит для вас? Вы смотрите на Творца и говорите, я тебя люблю. Я тебя люблю Всевышний, я тебя люблю Творец. Что это значит? Значит ли это то, что Творец тебе что-то дает сейчас? Что-то он дает, он там мило улыбается, он там красиво выглядит, он нежно, мило разговаривает с тобой. Значит ли это для тебя? Так ли это означает? Когда мы говорим, Всевышний, Боженька, Творец, я люблю Тебя. Это он же ничего тебе не дает, да? Но ты говоришь, я люблю Тебя. И вот здесь большая разница. Если когда истинное, искренне, истинное значение слова любви получается здесь, я могу сказать, что я тебя люблю, когда? Потому что ты же ничего не даешь, Всевышний же ничего тебе не дает, да? Он с тобой не разговаривает, он тебя даже не видит, или ты, ну, физически, да, сейчас? Он тебе не улыбается, он с тобой мило не разговаривает, а ты говоришь, я тебя люблю. И вот здесь вот это состояние, правильное отношение должно быть. Тогда, когда я говорю люблю, это значит, слово любовь в этом случае должно означать быть глаголом. Не существительным или существительность-прилагательным, а именно глаголом. Когда я говорю, обращаюсь к Творцу, говорю, Всевышний, я люблю Тебя, или прими любовь мою, это значит, я что-то даю. Я не наслаждающийся, получающий от Тебя что-то, а я даю Тебя. И говорю, Всевышний, возьми, пожалуйста, я люблю Тебя. Прими мои цветы, мои дары, мое служение с любовью. То есть, в этом случае, любовь это глагол. Это глагол. Это не существительность-прилагательная. Изначально. Да? И вот это то, что я хочу, чтобы вы осознали для себя и сделали разницу, понимание разницы, что глагол, что любовь – это несуществительное или существительность-прилагательным. Любовь – это глагол, это действие. Это когда ты совершаешь благостное действие, в состоянии любви, объекту своего обожания, в котором ты говоришь, я тебя люблю. Как на нашем примере с Творцом Всевышним. Когда ты говоришь, я люблю тебя, Всевышний. Ты что-то делаешь для Него. Я тебя люблю Всевышний. Ты совершаешь служение. Ты даешь Ему дары. И говоришь, я тебя люблю. Вот моя любовь, вот она, вот. Вот она моя любовь. Это мое сердце. Безусловная любовь. Я люблю тебя безусловно. Ты мне ничего не даешь взамен. А я тебе даю. И я даю тебе свою любовь. Безусловно. Потому что я тебя люблю. Ничего не ожидаю от тебя взамен. Вот моя настоящая любовь. И вот я для чего это видео записываю. Я не знал, что буду записывать. У меня было вот это состояние передать вам. Сейчас оно идет как вот on fly. Я не знаю, что сейчас будет, что буду говорить дальше. И вот моя идея основная, что когда мы... Я хотел бы, чтобы вот это состояние, вот истинное понимание, что любовь, это несуществительное или несуществительное с прилагателем. Любовь – это изначально, это глагол, это действие. И я думаю, что было бы очень здорово, если бы мы начинали относиться к слову «любовь», прежде всего, как к глаголу. Когда вы говорите своей любимой девушке, что вы ее любите, дорогая, я люблю тебя. Я люблю тебя. Это значит, я... Прежде всего, я не потребляющий, я люблю тебя не потому, что ты мне что-то даешь, а я люблю, значит, я что-то хочу тебе дать. Я тебе хочу дать что-то безусловное. Я тебя даю, потому что я тебя люблю. Вот это истинное состояние любви. Я даю тебе, потому что я тебя люблю. И я люблю тебя, потому что я тебе даю. Мое чувство любви – это выражается в моем служении к тебе. Я хочу что-то сделать для тебя. И хочу это сделать безусловно. И я не жду тебя, ничего взамен. Это не обменный бизнес, экшенч. Я даю это безусловно, оно мне есть. И когда я тебя даю, я говорю тебе, дорогая, я люблю тебя. Возьми это сердечко. Возьми мою любовь, мою заботу, мое слушание для тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. И если мы будем относиться так вот к своему партнеру и значению слова «любовь», его истинного значения «любовь» – это прежде всего давать. Не принимать, а давать. И когда мы будем дарить, безусловно, давать объекту своего обожания, объекту своего служения, безусловно, это и будет истинное состояние любви, которое мы можем испытывать. И учимся мы это делать с самого простого. Любовь к себе. Любовь к природе. Любовь к братьям нашим меньшим. Любовь к людям, которые находятся вокруг нас, наши родственники, близкие, родные. И поднимаем свою любовь к высшей любви, любви к Вселенной, к Творцу. Когда ведешься в Иисусном и скажешь, «Эй, Всевышний, я тебя люблю. Сын, я люблю тебя. Позволь мне послужить тебя». Когда мы будем в этом состоянии, это будет состояние истинной любви, в которой мы можем находиться. Ну вот, друзья, пожалуй, это то, что я хотел вам сказать. Тема нашей река была «Любовь – это глагол». Классное название, да? «Любовь – это глагол». Love is a verb. Я сейчас запишу это еще на английском. На английский язык мне очень понравился эта тема. Я прочувствовал сейчас, и я сейчас обязательно запишу еще на английском. Наверняка там будет что-то еще новое. И это так прекрасно. Когда ты понимаешь, что любовь – это прежде всего, когда я даю. Даю безусловно. И я призываю всех, друзья, дарите свою любовь безусловно. И тогда вы будете получать ее во много крат назад. И это есть истинное состояние любви. Я люблю тебя, потому что я хочу тебе сделать приятное. Безусловно. Да будет так. И да поможет вам Всевышний. Разреть вам безусловную любовь, наполняться ее. Любовь спасет мир. Да будет так. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И любовь вернется вам с Тарицей во много крат. Да будет так. Намасте. Намасте. Продолжение следует...